Фу, мотивация! Сегодня тот самый ролик про мотивацию, которую все страшно не любят, но сегодня придется вам ее полюбить. Всем привет, меня зовут Ольга Ермилова, и мы сегодня, как вы уже поняли, будем про ту самую мотивацию. Вы знаете, я очень много слышу от людей, что фу, блин, гребаный мотиватор уже достали. Но я могу вам сказать, что без мотивации мы с вами ни хрена не можем делать. Ничего придумать, ничего внедрить, ничего закончить, вообще ничего не можем. И я это отлично знаю, потому что у меня точно такая же ленивая пятая точка, как и у каждого из вас. И несмотря на то, что я стараюсь, пытаюсь и очень много всего на самом деле делаю, иногда наступает то самое состояние облома. Облома, когда ничего не хочется. И разница между мной и большинством людей лишь в том, что у меня это состояние наступает крайне редко, а у большинства людей оно присутствует постоянно. Что вообще является самым главным? Вот я все время пытаюсь разобраться, что самым главным является в этой гребаной мотивации. Цели, мечты, что должно быть? О чем ты должен помнить? Вот бывает, ты просыпаешься и думаешь, блин, я хочу себе новый телефон, новую машину, что-нибудь еще. И ты такой очень сильно хочешь, 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 а потом что-то поделал, потом устал. На следующий день ты думаешь, ну вот реально, хочу ли я? Особенно, когда у меня уже есть какая-то машина, есть какой-то телефон. Когда уже что-то пройдено. Когда ничего не пройдено, тоже не так просто. Потому что еще вообще нет веры и понимания в то, что это возможно. Но ты такой опять что-то начитался, насмотрелся, напробовался. Пришел с какой-то конференцией такой, вау, да-да-да. А потом начинаешь делать и понимаешь, что есть то, что тебе рассказали, а есть какая-то твоя реальность. Когда, блин, жрать хочется, когда нужно в магазин пойти, когда, может быть, дети есть, не дай бог, девушка есть. В общем, короче, на все это нужно брать где-то деньги постоянно. И ты думаешь, ну какая нахрен мечта, какая нахрен машина, о чем вы вообще говорите. И тогда уходит вот эта та самая цель. Ты снова возвращаешься к тем обычным действиям, которые ты должен делать. И вот понимаете, можно много верить, можно много мечтать, можно писать цели в блокнотике. Но фак, все это постепенно в тебе угасает. До какой-то следующей мотивации. И это уже одна из причин, почему мотивировать тебя нужно чаще. Почему нужно чаще смотреть на людей, как минимум, которые суки достигают, которых просто убить иногда хочется. И если в вашем окружении такие люди есть, то, блин, вот общайтесь больше с теми, кто вас раздражает. Не те, рядом с кем вы себя чувствуете комфортно, а те, кто вас раздражает. Побольше смотрите вот этих гребаных успешных людей, которых вы ненавидите. Только смотрите реальных, не те, которые картинки просто в инстаграме ставят, а те, которые ебашут. Те, которые, видно, что у них что-то есть, видно по их результатам. Но это не самое главное, потому что есть все-таки одна главная ключевая штука, которая помогает нам всегда, в 100% случаев. Потому что тот, кто чего-то достигает в жизни, кто-то имеет цели, а кто-то, представьте себе, нет. Есть общая цель вылезти из жопы, это тоже цель. Кто-то мечтает, а кто-то ни хера не мечтает. У каждого разное есть. У кого-то нет выбора просто по определению, потому что он такой человек. Но есть одна вещь, один инструмент, без которого ни у одного человека ничего не получилось и не получится никогда, до конца его дней. Знаете, что это? Это сейчас отвратная вещь, я вам хочу сказать. Но ее нужно запомнить. Это дисциплина. Что такое дисциплина? Дисциплина – это когда ты, вне зависимости от того, как ты себя чувствуешь, вне зависимости от того, есть у тебя ебанное настроение или нет у тебя настроения, вне зависимости ни от чего, от того, успешен ты сегодня или нет, есть тебе за что поесть или нет, когда ты встаешь рано утром, и тот план задач, который ты для себя создал, те цели, которые ты для себя прописал на сегодняшний день, то, что ты для себя определил, как вектор для твоего действия, ты берешь и делаешь. Ты можешь в это не верить, ты можешь устать, ты можешь чувствовать себя раздраженным, но ты точно знаешь, что ты берешь и это делаешь. Вот дисциплина – это самый верный инструмент для того, чтобы найти, не найти в себе силы, для того, чтобы дойти до тех точек, которые вы для себя определяете как точки роста. Без дисциплины, с мечтой, с целями, с мотивациями, со всеми прочими вещами вы ни черта не можете сделать. Вы должны это понять. И даже тогда, когда у вас ни хера не получается, даже тогда, когда вы сомневаетесь в себе, поверьте мне, дисциплина – это то, что поможет вам пройти самые, простите уж, узкие места, трения, все, что неприятно. Дисциплина воспитает в вас не просто уверенность к себе, она воспитает в вас уважение к себе, потому что уважения к себе нам не хватает. Уважение к себе, когда я, несмотря ни на что, продолжаю делать то, что я для себя запланировал, то, что у меня меняется, но я делаю это дисциплинированно. Дисциплина – это то, о чем я напоминаю себе регулярно. Тогда, когда хочется себя пожалеть, тогда, когда хочется дать заднюю, тогда, когда хочется вспомнить о том, что я девочка, тогда, когда не хочется быть мамой. Масса вариантов есть, когда я вспоминаю о том, что дисциплина, Если я сейчас позволю себе расслабиться, конечно, мы люди, мы можем и должны себе позволять расслабиться иногда. Но тогда, когда расслабление становится вашей обычной точкой жизни, да, даже не точкой, вашим обычным таким явлением, вы все время находитесь в расслабленном состоянии, вы должны понимать, что ничего не получится. Так вот, дисциплина, прежде всего, должна быть в вашей мотивации. Вы должны себя дисциплинированно приучить, раз уж вы знаете, что у вас ленивая пятая точка, вы должны себя дисциплинированно приучить мотивироваться, находить то, что вас мотивирует. Я уже однажды рассказывала о том, что у меня, например, есть прям ряд подсказочек, ряд видосиков, которые я включаю, прямо они у меня сохранены на ютубе, которые я пересматриваю, ряд книг, которые я начинаю читать. У меня прямо написано, если ты сейчас расслабила булки, сделай это, потому что я знаю, что я нахожусь сейчас в каком-то упадочном состоянии, у меня сейчас упала энергетика, я устала, я очень много отдала, но я знаю, что если я сейчас начну впадать в состояние того, что можно расслабиться, ни к чему хорошему меня это не приведет. Это, кстати, очень хорошо, этот пример, понятие на вашем теле. Когда вы, например, задолбались сидеть на диете, во всем себя отказывать или тренироваться, и вы думаете, блин, я хочу что-то мило, я хочу пожрать. Вы можете это сделать, вы можете пожрать день и даже два, но если вы начнете делать это постоянно, вы изменитесь, ваше отражение в зеркале сильно изменится. Скажите, пожалуйста, когда вы взглянете на то отражение в зеркале, которое вы получите благодаря тому, что позволите себе уйти от этой дисциплины, вас оно обрадует или нет? Я каждый раз, когда об этом думаю, я смотрю на свои фотографии, где я себе не нравлюсь, и я понимаю, что это будет для меня куда большее страдание, поэтому дисциплина заставляет меня взять, поднять свою жопу, простите уж без пятой точки, и поехать в зал тренироваться или вытащить из своего рта шоколадку. И после того, когда я это делаю, я получаю удовольствие, у меня перестраивается биохимия внутри нас, мы так устроены, потому что когда мы начинаем делать что-то, что мы должны делать, мы же потом начинаем с собой гордиться, у нас биохимия перестраивается, мы себя по-другому начинаем ощущать, мы начинаем себя ощущать более бодрыми, более уверенными, мы начинаем с собой гордиться, мы начинаем об этом что делать? Кому-то рассказывать. Когда мы начинаем кому-то рассказывать, мы чувствуем энергетически, как люди такие, вот ты крутой, вот бы мне такой, как ты это делаешь. И все-все-все получается. Поэтому мотивация важнейшая часть вообще нашего развития. Дисциплина – это первый инструмент, без которого мы никуда не можем с вами двигаться. Приучите себя мотивироваться, приучите себя не киснуть, приучите себя, несмотря ни на что, вставать рано, приучите себя заниматься спортом, приучите себя зарабатывать и достигать результата, приучите себя не раскисать, как мямли, если у вас сегодня что-то не получается. Приучите себя находить решение всегда. Пока вы не нашли решение, вы ничего не делаете дальше. И если вы встроите в себя этот чип, вы увидите, что ваша жизнь начнет очень-очень качественно меняться. У вас для этого есть мои видео, которые всегда в вашем распоряжении, мои тренинги, у вас для этого есть мой инстаграм, в котором я всегда стараюсь в ежедневном формате подбадривать, поддерживать, рассказывать о своих лажах, в том числе о том, что переживаю я, потому что я живой человек. И делаю, кстати, это дисциплинированно, без всяких пауз. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, напишите мне комментарий, дисциплинированно мне будет очень приятно, что для вас было, возможно, инсайтом, о чем вы себе напомнили, что вы себе обещаете делать, неважно. Мне очень хочется услышать и получить ваш фидбэк. Подписывайтесь на мой канал, конечно, и не жадничайте на лайки, потому что вам все равно нажать на эту кнопочку или нет, а мне приятно. Ну и ждите моего следующего видео совсем скоро.